Старт производства вместе с президентом компании сегодня дал глава региона Вениамин Кондратьев. В новых цехах будут изготавливать детский творог и пищевой йогурт. В строительство завода инвестор вложил около 2 миллиардов рублей. Возвели предприятие в рекордно короткие сроки, отметил губернатор края. Только год назад мы подписали соглашение о том, что завод по производству детского питания будет строиться. И спустя год мы с вами находимся уже в этом заводе. Друзья, в непростое политическое время, непростое санкции, ограничения, запреты. И тем не менее, они выполнили свои обязательства и построили завод в Российской Федерации на территории нашего Краснодарского края. Конечно, для нас завод в первую очередь это новая отрасль переработки. Ну а самое главное, еще плюс 200 тонн молока наши серхозтоваропроизводители смогут сдавать на это предприятие. Это очень серьезный проект. Начинал несколько лет назад. И за счет этого проекта мы ожидаем, что потребитель в Краснодарский край может получить самые свежие продукты. Конечно, это тоже оптимальный для логистики. И мы очень позитивны про этот проект. После официального открытия главе региона провели экскурсию по заводу. Все производство практически полностью автоматизировано. А контроль качества проводят на каждом этапе, начиная с закупки сырья. К слову, для приготовления детских творожков используют только кубанское молоко. Причем только то, которое проходит строгий отбор. Вот в этих вот цистернах находится молоко. Не порошок, а молоко. Вот это принципиально важно, что все, что производится на Кубани, сделано из молока, из натурального молока. Это наше конкурентное преимущество. А в рамках рынка мы должны это конкурентное преимущество демонтировать и выводить на первый план. С открытием этого предприятия в районе дополнительно появится около 70 рабочих мест. А местные фермеры могут рассчитывать на новый рынок сбыта. В сутки завод планирует выпускать до 25 тонн детских творожков. О дальнейшем сотрудничестве с инвестором речь шла уже во время рабочей встречи. Сегодня мы заинтересованы максимальным сотрудничеством, потому что создавая свои производства, вы создаете рынок сбыта для нашего агропромышленного комплекса. Поэтому мы заинтересованы еще раз в том, чтобы компания расширяла свои производства в Краснодарском крае. Вопрос гибкости налоговых льгот, преференций для нас здесь имеет даже не второстепенное значение, а даже третьестепенное, потому что первостепенное значение – это наличие рабочих мест на предприятиях, где люди могут приходить туда каждый день, получать стабильную зарплату и быть уверенными в завершеннем дне. Вот это сегодня для меня очень главный приоритет. На встрече обсудили еще один немаловажный вопрос – проблемы перерабатывающего кластера. Многим молочным производствам сегодня трудно конкурировать с продукцией, сделанной из порошка. Ведь она стоит намного дешевле, а снижать качество детского питания просто недопустимо. Совместно с краевыми властями компания договорилась проработать предложения по созданию добросовестных условий конкуренции, с которыми после регион выступит на федеральном уровне. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».